Мне очень понравился этот стих из шестой песни Бхагавата, 6.19.5. И этот стих, знаете, как-то расширил мое понимание, почему Кришна достойный объект похоронения. Не просто потому, что так получилось, что он был. Он просто очень хороший. Очень хороший. У него есть такое качество, которое делает его всепривлекающим. Этот стих 6.19.5 говорит. Иадхатвам Крипая Пхутья Теджаса Махимауджаса Джуштам Иша Гунай Сарвайс Татуси Бхагаван Прабуху. О мой Господь. И здесь доказывается, почему Господь действительно Господь. Почему Он достоин быть на своем месте. Он говорит. О мой Господь, Ты среда Турчая беспричинной милости. Всех совершенств, доблести, славы, могущества и трансцендентных качеств. И потому Ты верховная личность Бога, повелитель и господин каждого. Почему Ты верховная личность и повелитель и господин каждого? Потому что у тебя есть вот эти качества, о которых там говорится. Не на пустом месте. И в комментариях Шива Пхупада говорит. В этом стихе слово Бхагаван Прабуху означает. Поэтому Ты верховная личность Бога, повелитель всех и каждого. И вот важная строчка. Верховный Господь обладеет всеми шестью совершенствами. И кроме того, есть еще седьмое совершенство. И вот это седьмое совершенство делает его привлекательным. Шесть совершенств сами по себе. Мы говорим, что шесть совершенств, они могут привлечь человека. Но влюбить в себя шесть совершенств не могут. Допустим, если у человека есть много денег. Много денег. Ну просто везде деньги. Привлекательным он смеется? Для определенной категории людей. Вот скажите, он привлекает это? Хочется как-то поближе быть. Но влюбляется ли человек в эту личность? Нет. Личность его не интересует. Его интересует богатство, которое есть в этой личности. Или нет? Правда же, да? То есть само богатство не влюбляет человека в себя. Привлекает богатство. Чтобы потом его взять и для себя использовать. Красота. Влюбляет. Красота. Человек влюбляется в красоту. Ему нужна красота, чтобы ею наслаждаться. Поэтому он привлекается к красивыми людьми. Потому что это позволяет мне как-то наслаждаться этой красотой. Слава тоже привлекательна. Потому что можно сфотографироваться с этим человеком. Вы думаете, вот те, которые фотографируются со звездами, они любят эти звезды? Ну, просто прикольно с ним сфотографироваться. Потом я всем буду показывать. А знаешь, я бы с таким сфотографировался. Вот он сфотографировался. А он готов печень свою пожертвовать этому человеку? Нет. Нет. Нет такого. Если человек, я не знаю, отрешен. Это тоже привлекает. Надо же, какой он отрешен вообще. Но любовь не пробуждается. На самом деле, у человека могут быть эти достояния. Но люди не захотят с ним, как с личностью общаться. Они хотят поиметь то, что у него там есть. Но вот он не пробуждает в них такого чувства. Я хочу все отдать ему и жить для него. Поэтому не каждое это качество, не каждое вот это богатство Бхагавана, не каждое по себе, не все в совокупности и вместе не пробуждают в Бхагаване любви. Почтение, уважение, преклонение, молитвы, дай-дай. Вот это нормально. Но вот любви не пробуждают. Но есть седьмое качество Бхагавана. Знаете, 99 имен Аллаха, есть сотка. И вот здесь есть шесть качеств Бхагавана и есть седьмое качество Бхагавана. И вот это седьмое качество Бхагавана, как раз об этом комментарии говорили, седьмое качество Бхагавана делает так, что люди по этому Бхагавану сходят с ума. Они бросают все. И вот эти богатства, они не так привлекательны сами по себе, как вот это седьмое качество. Потому что все эти качества он использует для этого седьмого качества. Потому что богатство можно для чего использовать? Для того, чтобы всех остальных давить просто. Своим отречением давить. Своей красотой давить. Они привлекаются моей красотой. Хорошо, будем их использовать. Они мою красоту, а я их тоже буду использовать. Деньгами привлекаются. Ну нормально. А я буду их использовать для своих целей. Денег хотите? Блешите. И они пляшут, им нехорошо, и мое вот это вот эго материальное радуется. То есть может быть Бхагаван, но при этом обладать, ну просто великий материализм. Но вот это седьмое качество Бхагавана, вы догадались какое седьмое качество? То, что он любит своих предантов. И вот эти все качества Бхагаван использует только для одной цели, все свои способности для одной цели, для того, чтобы порадовать своих предантов. И весь календарий Шива Прагупада посвящает, как Бхагаван дает возможность своим преданным служить Ему, дает возможность проявлять свою Бххси и делать своих преданных счастливыми.